В эфире канал Россия. Итоговая информационная программа. События недели. В студии Ашемес Пхешков. Доброе утро. На этой неделе глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов, начальник главного управления МВД по СКФО, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин, руководители традиционных религиозных конфессий и другие гости приняли участие в церемонии открытия нового здания МВД по Карачаевой Черкесии. С подробностями Мурат Джанкёзов. Гимном России Карачаева Черкесии началось торжественное открытие нового здания МВД по Карачаевой Черкесии. В приветственном слове глава республики Рашид Тимрезов подчеркнул, что по техническому оснащению здание соответствует всем современным требованиям и нормам. Рашид Тимрезов также отметил, что подразделения МВД республики занимают особое место в правоохранительной системе страны. Именно они находятся на переднем крае борьбы с преступностью и есть все основания полагать, что стабильность в регионе во многом является заслугой сотрудников органов внутренних дел. Начальник главного управления МВД по СКФО Сергей Бачурин отметил, что на территории округа подобное здание открывается впервые за последние десятилетия и выразил уверенность, что личный состав будет добросовестно выполнять свои задачи. Генерал-полковник вручил символический ключ министру внутренних дел республики Александру Мельниченко. Еще одни ключи от служебного автомобиля получили сотрудники дежурной части. Отличившихся полицейских наградили грамотами и знаками отличия. С добрыми наподственными словами обратились к собравшимся председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев и епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. После перерезания красной ленты высокие гости осмотрели помещение. До сегодняшнего дня в Министерстве внутренних дел по республике находилось здание, которое даже выступало любому районному подразделению. И это же в любом случае самое главное, что люди сегодня придут в эти комфортабельные условия, где, так мы уж откровенно будем говорить, сидели там в маленьком кабинете по несколько человек. Сегодня это другие возможности и на самом деле это, я абсолютно уверен, что, как можно сказать, коэффициент полезной деятельности вырастет. И МВД Покорачао-Черкесской республики как всегда себя и личный состав как всегда себя показывал, как абсолютные профессионалы, так и в дальнейшем и впредь будут себя проявлять уже в более комфортабельных условиях, которые они заслужили. Мы только в прошлом году заложили фундамент строительства жилого дома для сотрудников, уделяет большое внимание и при поддержке Министерства внутренних дел, которое выделяет нам на это средства. Но тем не менее общими усилиями и при поддержке республиканской власти в лице высшего должностного лица эти вопросы решаются и на территории республики, они можно оценить их как на пять по пятибалльной системе. Тот объем финансирования, который был выделен, это заслуживает только уважения, потому что все прекрасно понимаем, как сложно сегодня приходится любому ведомству. В целом в стране сложно приходится. Но государство нашло возможность все-таки закончить финансирование этого объекта. И мы не имели права подвести, объект сдан с небольшой экономией. Закончены пусконалочные работы, в ближайшее время все кабинеты найдут своих хозяев. На площади в 13 тысяч квадратных метров расположились административное четырехэтажное здание, в котором 130 кабинетов, а дежурная часть оснащена комплексной системой видеонаблюдения. Рядом находится еще одно трехэтажное здание с подвалом, в котором есть спортивные и тренажерные залы, интерактивный тир, зал совещаний, контрольно-пропускной пункт и многое другое. Что касается теперь уже бывшего здания МВД по улице Ворошилова, есть предварительное решение о его передаче на баланс города для обеспечения учебного процесса, спортивных занятий и досуга молодежи. Мурат Чанкезов, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева, Черкесия. В Дворце культуры республиканской столицы на этой неделе награждали наших земляков, достигших успехов в профессиональной деятельности и в связи с Днем Защитника Отечества. Государственные награды вручал глава региона Рашид Темрезов. Смотрите репортаж нашей съемочной группы. Сегодня в зале находятся те, кто охраняет правопорядок, участвует в ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасает жизни и здоровье людей, учит и воспитывает подрастающее поколение. Рашид Темрезов поздравил присутствующих с Днем Защитника Отечества и поблагодарил каждого за вклад, который они вносят в развитие тех сверхжизнедеятельностей, в которых трудятся. Искренне желаю вам, всем солдатам и офицерам российской армии, ветеранам военной службы, боевых действий, воинам-интернационалистам, всем, кто носил и носит форму крепкого здоровья, бодрости, духа и благополучия, счастья и добра вашим семьям, мира и процветания нашей великой стране. За большой вклад в реализацию проекта по переходу на цифровое вещание присвоено почетное звание заслуженный работник связи и информации Российской Федерации Павлу Шрамко, замначальника радиотелевизионного передающего центра. Объявлена благодарность президента страны Сергею Смородину, начальнику Карачаева Черкеска Автодор. Глава региона Рашид Темреза выразил особые слова благодарности в адрес медицинских работников республики, которые самоотверженно борются с распространением коронавирусной инфекции. Указом президента России орденом Пирогова награжден врач-анестезиолог-реаниматолог Хызер Хубиев. Отдельно хочу обратиться к нашим медицинским работникам. Спасибо, что нашли время и присутствие сегодня здесь. Мы понимаем, что большинство ваших коллег сейчас находится на своих боевых постах, постах в самом прямом смысле этого слова. На протяжении почти года вы горите за здоровье и жизнь своих пациентов, наших жителей. Благодаря вашему труду, профессионализму, отзывчивым сердцам нам удалось противостоять страшной пандемии, которая охватила весь мир. Вы самые настоящие защитники от имени всех жителей нашей республики. От себя лично хочу сказать вам самое искреннее человеческое спасибо. В этот торжественный день за многолетний добросовестный труд глава республики вручил госнаграды, почетные звания и грамоты 29 жителям Карачаева-Черкесии. Среди них два школьника Батыр Гаджаев и Тимур Шевхужев, которые удостоились звания юный спасатель. Я получил, потому что спас человека. Мне очень приятно, что крова заметил мой поступок и приощрил. Я хочу выразить благодарность лично от себя и, я надеюсь, от всех присутствующих в зале за высокую оценку нашего труда. На этом мы не остановимся. Будем дальше совершенствовать свою работу. Выполнять все более и более качественно возложенные на нас умницы. Сегодня последний день зимы. Она выдалась непростой для сотрудников МЧС. О том, какая работа была проведена ведомством, нам рассказал временно исполняющий обязанности начальника республиканского управления МЧС Дмитрий Помогайба. С ним встретилась шерифа от Лепшокова. Нынешняя зима выдалась особенно напряженной. Резкие перепады температуры от плюс 20 до чуть ли не минус 20 вызвали немало удивлений даже у старожилов. К сожалению, из-за сильного снегопада и вызова лавины в Дамбай погиб человек. Но спасателям и волонтерам была проведена огромная работа. Расскажите, как Ваше ведомство справлялось в этот непростой период? Да, зима в этот год необычная, но каждый год существуют сезонные риски, которые мы, конечно же, прогнозируем, на которые у нас есть правила поведения. Конечно, при больших снегопадах и перепадах температур существует вероятность как лавинной опасности, схода лавин, так и гололедные явления. Также могут и, как налипание мокрого снега на провода, то есть отключение электричества и отопление в населенных пунктах. Все эти риски мы, конечно же, понимаем и стараемся их предупредить и предотвратить. Ну, конечно, основная деятельность уже второй год в нашем министерстве приоритета расставлена таким образом, что деятельность нашего министерства направлена на предупреждение. И при прогнозировании каких-то неблагоприятных метеорологических явлений нам поступает об этом информация. Мы пропускаем через свои программы, в том числе прогнозируем и развитие каких-то чрезвычайных ситуаций или происшествий. И, конечно же, рассылаем предупреждение во все органы местного самоуправления, во все структуры, которые с нами взаимодействуют, по предупреждению возможного развития чрезвычайных ситуаций. Конкретно, допустим, на лавине, как получилось насчет того, что мы быстро среагировали, помимо того, что я говорил о предупреждении и прогнозировании, конечно же, у нас подразделения наши распределены по территории таким образом, чтобы на наиболее опасных участках они реагировали довольно быстро. Ну, в качестве примера можно привести, что пожарные в городском, в черте города, должны приезжать не позднее, чем 10 минут с момента получения. Это информация о происшествии. В сельской местности у них уже немного больше временной промежуток, в течение 20 минут должны приехать. И на примере схода лавины в Донбайе наше подразделение спасателей приступило к выполнению работ через 18 минут после наступления, после самого происшествия. Конечно, это произошло из-за того, что базируются они в непосредственной близости от этого верноложного комплекса. Поэтому совокупность всех мероприятий, которые нам предписаны и руководящими документами, нашими должностными инструкциями, также многолетним опытом наблюдения за тем, где могут быть наиболее опасные участки, ну и позволяет нам реагировать довольно быстро и правильно. Последние несколько лет в нашем министерстве применяется и реализуется программа технического перевооружения. Поэтому во многих субъектах, и в нашем в том числе, произошло большое обновление техники и технических средств, которые применяются спасателями и пожарными при реагировании на различные происшествия. В нашем главном управлении 80% техники произведена замена. В общей сложности у нас порядка 70 единиц техники, в составе которой как пожарные автомобили различного назначения, от цистерн до лестниц, так и другая спасательная техника для доставки людей и имущества в труднодоступные места. Это снегоболотоходы, квадроциклы, снегоходы. Также есть техника и для подразделений Государственной инспекции по маломерным судам. Это катера различного типа. В целом, та техника, которая есть на вооружении нашего главного управления, ее достаточно для того, чтобы своевременно реагировать на все происшествия, которые происходят и могут произойти в нашем регионе. А скажите, пожалуйста, а какого, собственно, и дела с кадрами? Хватает ли людей? В нашем министерстве с недавнего времени происходит в том числе орштатные мероприятия. Часть управленческого персонала переводится в реагирующие подразделения именно для того, чтобы больше было специалистов, которые могут оказывать содействие и помощь именно населению при происшествиях. Конечно, сейчас пока еще, может быть, мы не совсем привыкли к тому, как управленческому аппарату работать и эффективно организовывать свою работу. Но, тем не менее, оптимизировать это возможно. Поэтому, в целом, отвечу, что кадров достаточно. Укомплектованность нашего главного управления в этом году составляет 97%. То есть специалистов, которые могут оказать содействие при каких-то происшествиях, у нас хватает. Соблюдение техники безопасности в социальных учреждениях – одна из важнейших задач руководителей этих учреждений. Но, к сожалению, не всегда соцобъекты соответствуют нормам. Известны случаи по стране, когда в домах престарелых, в детских домах, в детских садах происходили пожары, рушились крыши в школах. А как состоит ситуация у нас в республике с соблюдением техники безопасности в социальных учреждениях? Да, социальные учреждения, как дома престарелых, так и дошкольные и школьные учреждения у нас на особом контроле. И, конечно же, у нас сезонные операции проходят под различными названиями в определенные периоды. То есть при подготовке тех или иных заведений к новому периоду эксплуатации. Конечно же, мы их проверяем на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В целом не обходится без замечаний, без каких-то штрафных санкций, которые мы применяем к руководителям этих объектов. Потому что требований, необходимых к выполнению, их довольно много. И соблюсти их сложно как по причине слабого финансирования, так и по причине того, что здания эксплуатируются не только современные, но и старые. Противопожарное состояние социальных объектов достаточно для того, чтобы чувствовать себя в относительной безопасности. Говоря о штрафных санкциях, в рамках своих полномочий МЧС также проводит контроль на соблюдение пожарной безопасности в помещениях, принадлежащих предпринимателям. Но мы все помним о призове Путина «не кошмарить бизнес» излишними проверками. Как удается вашему ведомству соблюдать этот баланс? В принципе, везде в государстве, в различных структурах существует система сдержек и противовесов. То есть, с одной стороны, предприниматели должны обеспечивать на своей территории пожарную безопасность, дабы посетители и граждане чувствовали себя безопасно на их объектах. Но если к ним предъявлять излишние требования, это тоже приведет к определенным экономическим последствиям для этих предпринимателей. Поэтому выработан определенный порядок проверки этих подразделений. То есть, мы их обязаны включать. То есть, есть определенная периодичность, в течение которой мы их имеем право проверять. И в обязательном порядке составляются планы, которые согласовываются с органами прокуратуры. И определенная периодичность проверок существует. Это вот как раз баланс, тот, о котором вы спросили, и происходит. Слишком часто их не проверяют. У нас не у одних контроль, а еще и органы прокуратуры в этом участвуют. И они заранее знают о том, что у них проверки будут в том или ином периоде. Соответственно, могут подготовиться и выполнить все требования, которые необходимы. Спасибо вам за интервью. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Встречайте весну с Московским индустриальным банком. Весна ближе, ставки ниже. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 5,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Грандиозное шоу династии Багдасаровых в Кисловодском цирке с 13 марта. Дарите эмоции. 585 Золотой. Новое поступление шуб. Скидки до 50% на все. Куртка в подарок. Вецкие меха. ТЦ Панорама. Первый этаж. Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк Никулина представляет. Грандиозное цирковое шоу династии Багдасаровых. Планета 13. Первого марта в 17.15. В прямом эфире телеканалов «Россия-1», «Архыз-24» и «ОТР». А также в эфире «Радио России» и «КЧР-ФМ». Глава Карачаева-Черкесии ответит на вопросы жителей республики. Вы можете задать свой вопрос Рашиду Тимрезову по многоканальному телефону 8 800 339 91. Итак, 1 марта в 17.15. Задайте свой вопрос главе республики. Временный ковид-госпиталь на базе противотуберкулезного диспансера с диагнозом «здоров» на этой неделе покинули последние пациенты. Он официально переведен в резервный режим. За время работы здесь прошли лечение около 2000 пациентов со средней и тяжелой степенью тяжести. Александра Коваленко подробнее. Сегодня госпиталь на базе туберкулезного диспансера покидают три последних пациента. Госпиталь переходит в резерв. И сейчас мы узнаем мнение пациентов. Здравствуйте, как вы себя чувствуете? Хорошо. Я сейчас, ну, немножко слабость есть, но чувствую я себя хорошо. Почти месяц пролежала здесь, но в связи с сопутствующими болезнями пришлось немножко задержаться. Не скрывает она Мамаева слов искренней признательности всем медицинским работникам, которые провожают выздоровевшего пациента. Только взглянув беде в глаза, понимаешь, что их труд бесценен. Делится она с журналистами. Они вот как все время между палатами. То там зовут их, то тут зовут. Бесконечные процедуры. Им тяжело. С горячим, огромным и открытым сердцем Светлана Гачияева сравнивает дружный коллектив этого ковид-госпиталя. Каждого доктора, медицинских сестер она знает по именам, несмотря на то, что их лица закрывают специальная маска. Интонация голоса, ежедневный положительный настрой и уход. Это тоже является одним из немаловажных факторов для выздоровления. Сколько бы я ни говорила, будет мало. Тут такой коллектив отличный. И уход, и доброе слово, и профессиональность держится. Этот коллектив мне представляется огромным добрым сердцем, которое работает ради людей. Для лечения новой коронавирусной инфекции в ковид-госпиталь было привлечено 140 медицинских работников со всех медучреждений республики. Из них реаниматологов семь, 30 врачей других специальностей. Остальное число пришлось на средний и младший медицинский персонал, дезинфекторов, которые выполняли одну из важных задач – борьба с этим коварным заболеванием. А начал свою работу ковид-госпиталь весной прошлого года. Тогда противотуберкулезный диспансер был переименован как «Временный госпиталь». 8 апреля в приемный покой поступил первый пациент с диагнозом ковид. Затем больных становилось все больше. Госпитализация, лечение, выписка – не дня выходного. Мнение медицинского сообщества республики о том, что по лечению больных коронавирусной инфекцией наши госпиталя все отработали очень хорошо. Со сложностями приходилось бороться и медикам. Ни один из них не готов был работать в ковидном защитном костюме и не представлял, насколько это сложно как физически, так и психологически. Первое время у нас начали потеть очки. То есть элементарно тяжело было видеть, элементарно тяжело было находить ту же вену. Многие первое время теряли сознание, выносили сотрудников. Люди заходили повторно, несмотря на все эти моменты. Их профессия – их призвание. Поэтому с диагнозом здоров госпиталь покидали даже те, кто, казалось бы, был в группе риска. Первая пациентка на ИВЛ – это медработник, возрастная женщина, более 60 лет. Очень длительное время она была на ИВЛ. Пробыв еще, наверное, около полутора месяцев здесь, была выписана в достаточно неплохом относительно состоянии и самостоятельно ушла домой. У нас был дедушка с 80 лет, 81 год. Он у нас день рождения как раз отметил в госпитале. И самый такой интересный момент, что в день его рождения он был экстубирован. То есть снял с аппарата ИВЛ и также выписан был. Болезнь отступает. Эта мысль заставляет улыбаться тех, кто сутки напролет выполнял свой медицинский долг. И сегодня, проводив последних пациентов из ковид-госпиталя, они не скрывают слов пожеланий жителям нашей республики. Радуемся, что в конце концов наша работа заканчивается. И мы радуемся, что мы смогли хоть быть чем-то полезным, такой тяжелый период реально для жителей нашей страны и республики. Я поздравляю с таким знаменательным событием. Как говорится, второй сезон закончился. Здоровья всем, не болейте. Хотела, чтобы больше такого никто не испытывал. И чтобы все закончилось благоприятно, как сейчас. Берегите себя и своих близких. Наша самая большая благодарность, это что наши больные здоровые уезжают домой. Будьте здоровы! Александра Коваленко, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Профессионалы своего дела, кадровый потенциал региона. Глава республики Рашид Тимрезов встретился с 14 победителями проекта «Кадровый резерв Карачаево-Черкесской республики». На встрече руководитель региона ознакомился с персональными проектами и провел торжественную церемонию награждения. Алихан Лепшоков подробнее. Этот проект очень важен для нашего региона в плане формирования кадрового потенциала, отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Финальный этап проекта выявил самых лучших и хорошо подготовленных профессионалов своего дела. Рашид Тимрезов отметил высокоработу данного конкурса и объявил о своем решении продолжить проект «Кадровый резерв». Мы видим, какие новые вызовы сегодня и в мире, и в стране. И нам на самом деле очень важно, чтобы органы государственные, муниципальные, крупные предприятия, где я абсолютно уверен, что каждый из вас будет представлен, мы с вами еще отдельно по этому поводу поговорим, и абсолютно уверен, что для нас это большой плюс. Считаю, что нам этот проект надо будет продолжить. На встрече каждый из победителей представил свои персональные проекты. Так Андрей Грибкин рассказал о внедрении единой системы строительного комплекса региона, при помощи которого будет подача заявок на сайт госуслуг. Это позволит более мобильно решить проблему газоснабжения. Подписанная вами карта развития газоснабжения Карачао-Черкесской республики, согласно которой до 2025 года будет обеспечена 100% техническая возможность подключения газа. А сейчас на 1 января 2020 года у нас 72% газоснабжения. Таким образом, необходимо нам до конца 2025 года подключить более 9 тысяч домовладений, несколько десятков котельных и производственных организаций. Поэтому данный проект непосредственно поможет ускорить этот процесс. Особый интерес конкурсантов был направлен на проекты в актуальной на сегодняшний день сфере цифровое развитие. Победитель конкурса Наурус Пайрамкулов представил главе республики свой проект создания онлайн-платформы «Дом молодежи». Основная задача цифровой платформы – вывести образование в сфере проектной деятельности, волонтерство и предпринимательство на новый уровень. Первый его этап уже в процессе реализации мы получили грант президента Российской Федерации. Открываем дом молодежи, в котором будет зал образования предприятий на 50 человек, каворкинг-зона на 10 человек и зона отдыха, плюс там дополнительные сервисные помещения. Представленный прикреполагал еще и цифровизацию данного проекта, создание онлайн-платформы для молодежи, которая позволит консолидировать молодых экспертов, молодежный актив, чтобы людям имели доступ к регулярно обновляемому списку образовательных мероприятий. Проект со социальным эффектом «Безграничное мастерство» представила победительница Анастасия Бокарева. Создание творческой мастерской народных промыслов для лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 лет позволит данной категории обеспечить условия для социализации. Дополнительно мы можем также повлиять на то, что у людей, которые сопровождают лица с ограниченными возможностями здоровья, появится чуть больше свободного времени, что также важно очень для социальной среды. Здесь мне видится также несколько сопутствующих эффектов, но не менее важных. Это способность, возможность адаптировать, расширять лучшие практики, связанные с формированием доступной среды. Это также привлечение дополнительного внимания к вопросам, к проблемам инвалидов. Ну и, конечно, имиджевый эффект для республики, как для субъекта, который заинтересован в решении важных социальных задач. Многие проекты победителей касались вопросов развития туризма, образования, защиты окружающей среды, физической культуры и спорта, инвестиционной политики, права и даже астрономии. Рашид Тимрезов еще раз поблагодарил всех участников проекта и подчеркнул, что с каждым из победителей он лично встретится и обсудит все детали персональных проектов. Вот я вам говорю, что, конечно, если вы не против, в ближайшее время мы с каждым из вас лично встречаемся, поговорим. Может быть, какие-то вещи вы мне объясните, которые я там еще до конца, может, не понимаю. Может быть, я там что-то подскажу. Но я считаю, что это будет у меня, ну так, с практической точки зрения более неправильно. Я вот сейчас попрошу коллег, чтобы они, начиная уже с 1 марта, мы, как говорят, встречи с вами у меня назначены. Рашид Тимрезов также отметил, что уже принято определенные решения о назначении кандидатов из числа победителя проекта на различные управленческие должности. В завершении встречи глава республики вручил благодарственные письма победителям проекта «Кадровый резерв». Вырастить детей здоровыми и образованными – это основные требования, которые сегодня стоят перед образовательными учреждениями. Во второй школе поселка Мара-Айагы эти требования выполняются, как именно узнавала Алла Динаева. Окончание месяца патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы – это первое открытое мероприятие во второй школе поселка Мара-Айагы с начала пандемии, и оно проводилось с ограниченным количеством школьников. Это священный праздник для всех людей, поскольку во время Великой Отечественной войны наша доблестная армия и военный московь, вот, они победили такого злейшего врага. В этот день фотографии героев Советского Союза и России и историческую литературу можно было посмотреть на выставке. Почетных гостей труженика тыла Сапара Кубекова, председателя Совета ветеранов Карачаевска Ракая Алиева и родителей на патриотическом мероприятии «Славная Родина Горжусья» поприветствовала директор школы Эльвира Идзиева. Нет более почетной обязанности, чем служить своему народу, защищать свою Родину. А мы верные преемники славных традиций своего народа. Из уст очевидцев узнать о страницах истории, привить патриотизм и любовь к Родине помогают подобные мероприятия. Музыкальные композиции, стихотворения подготовили дети и взрослые. А затем все переместились в спортзал посмотреть веселые старты. Соревновались всего две команды – родители и старшеклассники. Эстафеты переправа, солнышко, воздушные шары и передай мяч вызвали у зрителей бурю эмоций. А за кого же переживают эти юные болельщицы? Я за брата и моего папу. А они в разных командах? Да. А за кого больше? За папу. Я с ней. Во всех видах эстафет команда мальчишек оказалась сильнее. В испытании по перетягиванию каната выиграли родители. А определила победителей игра в волейбол. Очень было приятно сегодня смотреть спортивную борьбу, посвященную Дню Защитника Отечества между учениками и родителями. Это было здорово. Первое место ученики, второе место родители. А в общем победила дружба между родителями и учениками. Примерно мы сочли недели две назад и все эти две недели мы готовились, собирались после уроков, толпой и готовились к этому мероприятию. А результатом довольны вы? Мы, конечно же, довольны результатом, так как мы победили. Но я считаю, что наша команда могла быть лучше, потому что мы готовились, так упорно трудились. Но все равно победа, она всегда победа. Вы достойное поколение защитников и чтобы свою энергию вы потратили на мирное процветание страны, пожелал школьникам в завершении мероприятия председатель Совета ветеранов Карачаевска Ракай Алиев. Алла Динаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами, до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Глава Карачаева-Черкесии ответит на вопросы жителей республики. Вы можете задать свой вопрос Рашиду Тимрезову по многоканальному телефону 8 800 339 91. Итак, 1 марта в 17.15 задайте свой вопрос главе республики. Продолжение следует... Внимание! Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Долгожданное открытие Кисловодского цирка. С 13 марта Московский цирк Никулина представляет. Грандиозное цирковое шоу династии Багдасаровых. Планета 13. Вы можете задать свой вопрос Рашиду Тимрезову по многоканальному телефону 8 800 339 91. Итак, 1 марта в 17.15 задайте свой вопрос главе республики. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова